Доброе утро, с вами доктор Влад. Я сегодня попозже, хоть немножко поспал. Так, что у нас с погодой? У нас минус 4, по ощущениям минус 15. И сильнейший ветер. Ну ладно, терпимо, держимся. Давайте новости, какие новости. В Афганистане упал российский пассажирский самолет. Упал. Что он там делал? Черт его знает. Так, а вот тут сразу комментарий. В Афганистане разбился не индийский самолет, а самолет Газпром Авиа. Чартерный рейс из Индии. Видимо, подпойлятники летали туда обсуждать обход санкций и обмен рупий на свободно конвертируемую валюту. Интересный комментарий. Самолет упал от действия санкций, не дожидаясь обхода санкций. Ну ладно, черт с ним. Выпал, ладно. Так, консульство России, покидая Болгарию, ограбило здания, которые арендовали еще со времен СССР. Вырывали двери комнат с коробками, краны с раковин, кровати, мебель, кухонное оборудование и т.д. Это все, что нужно знать о российской дипломатии. Ну вот так. Болгары восхитились, конечно. Окупационные власти подконтрольного войскам РФ Донецка заявили об артиллерийском обстреле города. Это еще вчера, но мне тут даже уже писали. Под удар попал рынок. Под разным данным погибли от 18 до 25 человек. Еще до 20 получили ранения. Ранения в обстреле они обвинили украинских военных. Вот сволочи. Сами обстреляли, как пить дать. Так. Ну правильно, вот здесь комментарий. Очередной рязанский сахар. С 2014 года от ордынских террористов. Они не жалеют даже своих граждан. Да. И вот сразу генсек ООН жестко осудил удар в СССР по Донецку. Ага. Да. Какая-то гадость. Своих стреляют, чтобы потом можно было поорать. Тут уже боброедка орала, что мы детей не убиваем, а они убивают. Так, ладно. Закончили с этим. Под Брянском, где двое суток пылала нефтебаза, новый прилет БПЛА. Горят резервуары с топливом. Так. Что-то прилетело. Сохраняемся в спокойствии. В Севастополе сообщают о мощных взрывах. А вот еще один гаденыш. Мы на той стороне, которая борется за победу света. Леонид Ермойник впервые публично поддержал войну в Украине. И назвал отец из страны ряда актеров эмоциональным порывом. Вот гад какой. А кто мог подумать? Поддержал войну. В Национальной картинной галереи Сухуми сгорели почти 4000 картин. Ну, сами подожгли. Все украли еще раньше. И подожгли. Да. Охранникам Брянского химзавода начали выдавать автоматы, чтобы в случае налета украинских дронов сбивать их автоматными очередями. Ну, сами себя по пьяни перестреляют. Делов-то. Так. Неизвестные вырезали часть теплотрассы в Новосибирске. Приехали с техникой и просто вырезали. Ну, наверное, поставили в другое место. Так. Вот. РЖД пообещали, что в новых плацкартных вагонах пассажиры не увидят торчащих ног попутчиков. Вон чего. Комментарий сразу. Или глаза будут выкалывать, или ноги обрезать. Да. Так. Минобороны РФ пригрозило приравнять подпись за Надеждина. Надеждин, это якобы новый Путин. Вот, голосуйте за него. Ура, ура. Так вот, они, значит, пригрозили приравнять подпись за Надеждина к подписи на контрактную службу. Ну, это пиздуза. Так что, ну, в общем, вполне может быть такое. Что тут еще? Опа. Так. Атака украинских беспилотников парализовала газового гиганта России. Да. Ну, я вам говорил там, в Усть-Луге. Так. Да, вот в Усть-Луге горит терминал Новотек. Весна. Дроны возвращаются. Это комментарий. Угу. В Москву и Санкт-Петербург доложена экстренная информация о подлете десяти неопознанных летательных объектов. Так. Они прилетали мимо военного аэродрома Сёща на север. Да. На Москву и Петербург. А вот интересно, парень пишет, мусора, мусора, ну, полиция, в Мариуполе практически все мариупольские. Ну, то есть, остались, да. Это ж надо, как черви выжили и в полном составе практически стали коллаборантами. Да, такое дерьмо. В Смоленске попал под удар авиаремонтный завод. Ну, вот так, ребята, да. Что тут еще? А! Сегодня 22-е уже. Вчера был. 21 января дата смерти Владимира Ульянова, более известного как Ленин. Да, говорят, он от сифилиса умер. Наверное, я не знаю. Да ну нахрен еще обсуждать. Сто лет прошло. Так. Газета Киода японская пишет, рекордные 95,3% жителей Японии заявили о своем негативном отношении к России. Такого высокого уровня неприязни к стране не наблюдалось с 75-го года. А вот так, ребята, да. Так, я заканчиваю. Что тут еще? В результате атаки Израиля погибло шестеро российских военных. Среди них может быть генерал. Да, российские военные погибли в Дамаске в результате израильского удара. Ну, вот что они там делали? Погибли шестеро военных советников. Среди них двое очень высокопоставленных. Да. Так, что еще? А, Борис Надеждин обогнал Владимира Путина по количеству запросов в Гугле. И вот все тут орут. Голосуйте. Подписи ставьте за Бориса Надеждина. Он вытащит Россию. Можно подумать, вообще будут какие-то выборы. И выборов давно-давно нет. Их никогда не было вообще. Голосуйте за Надеждина. Так, и вот. А, ну вот, кстати. Это у меня последняя вишенка на торт. Юлия Латынина сообщает. Стрим с Борисом Надеждином. Его программа. Послушайте. Немедленно остановить боевые действия и начать переговоры. Немедленное освобождение всех политзаключенных. Конец авторитаризму. Амнистия элитам. По завоеванным территориям. Референдум. Это... Можете представить вот этого Надеждина, да? Референдум по завоеванным территориям. Да, еще один Навальный. Ну, все, ребята, у меня все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok